Харе Кришна, всем кто любит аккумуляторные батареи, сегодня будем размышлять о муках выбора этого самого аккумулятора для вашего транспортного средства. Очень часто зрители интересуются, значит, таким вопросом, какой лучший аккумулятор выбрать для машины. Простой наливной кальциевый или все-таки выбрать аккумулятор тип EFB? Вопрос, надо сказать, очень правильный задают, потому что каждый хочет выбрать наиболее эффективный для себя аккумулятор за минимальные деньги. Потому что, как мы все знаем, EFB аккумуляторы стоят дороже простых наливных батарей. Но при этом производители таких батарей утверждают, что такие аккумуляторы дольше ходят. И вот на этой почте возникает такого рода вопрос. Сразу скажу, что тут будет ответ на самом деле неоднозначный, потому что какой аккумулятор выбрать, на самом деле зависит от тех условий, в которых он будет работать. Потому что в одном случае лучше взять наливной аккумулятор простенький, а в другом все-таки брать лучше EFB. В каком случае однозначно надо брать EFB? Вот как мы знаем, сами аккумуляторы EFB это в принципе те же аккумуляторы, что и простые наливные, но с некоторыми нюансами. И лично вот я считаю, что на сегодняшний день это лучшие аккумуляторы, которые есть на рынке. И такие аккумуляторы, так как они имеют толщину пластин больше, то они являются вибростойками. Поэтому если у вас есть повышенные вибрации при работе вашего транспортного средства, то конечно ваш выбор однозначно EFB без всяких вариантов, несмотря на то, что они дороже. Если у вас автомобиль с системой старт-стоп, то соответственно ваш выбор тоже EFB или iGEM, никаких обычных аккумуляторных батарей выбирать в этом случае нельзя. Но и тут не все так просто, потому что EFB аккумуляторы должны иметь систему Carbon Boost. Потому что на сегодняшний день на рынке можно встретить аккумуляторы тип EFB, которые такой системы не имеют. И они тогда не пригодны для использования в автомобилях с системой старт-стоп. Потому что такая система требует от аккумулятора того, чтобы он работал при частичном разряде длительное время. Это конечно на пользу аккумулятору не идет, но и не так сильно сказывается на его здоровье, если он имеет этот самый Carbon Boost. И именно благодаря этой системе Carbon Boost аккумуляторы типа EFB и iGEM быстрее восстанавливают свой заряд при работе на автомобиле. Кроме того, конечно мы знаем, что аккумуляторы EFB имеют повышенное количество циклов заряд-разряд при эксплуатации. То есть они более долговечны в этом плане. А из минусов мы имеем то, что эти аккумуляторы довольно проблемные в заряде. Потому что зарядка их в общем-то не сильно отличается от наливных обычных батарей простых. Но тем не менее конец заряда, как обычно, имеет свою специфику. Если сказать проще, то в обслуживании они немножко проблемнее. Они конечно не такие проблемные как iGEM, но все равно немножко проблемные. Так вот, какой аккумулятор выбрать? Начинаем по этому делу разбираться. И для того, чтобы понять, сколько он прослужит и стоит ли платить за него больше денег, чем за обычную батарею, надо понять, от чего эти самые батареи помирают. А умирают они в основном от трех причин. Первое, это цикличность, то есть заряд, разряд и каждый аккумулятор может выдержать определенное количество циклов, которые указывает производитель соответственно. Понятное дело, что ЕФБ аккумуляторы выдерживают их больше. Вторая причина и самая распространенная, это сульфатация. Да, наша любимая сульфатация. Притом тут не важно, какой у вас аккумулятор простой, наливной, ЕФБ или IGM. Сульфатация губит все аккумуляторы любых типов. И губит она их приблизительно с одной скоростью. Ну, можно, конечно, сказать, что за счет системы Carbon Boost сульфатация происходит не так быстро, но тем не менее, на общем фоне, если смотреть, то можно считать, что сульфатация происходит более-менее с одинаковой скоростью во всех типах аккумуляторной батареи. Ну и третья причина, это, понятное дело, вибрации, о чем говорили немножко раньше, потому что все аккумуляторные батареи страшно не любят вибраций. Особенно, если это обычные батареи. Соответственно, ЕФБ и IGM более устойчивы к вибрациям. И это надо запомнить. А из этого выплывает, что если у вас есть ударные нагрузки или вибрационные, которым подвергается аккумуляторная батарея, то однозначно брать надо ЕФБ. Это, например, если у вас очень плохие дороги, по которым вы ездите. Или если у вас не автомобиль, а какой-то механизм, допустим, трактор, который сам по себе сильно вибрирует. По вибрациям понятно. Осталось две причины. Сульфатация и цикличность. Вот тут на самом деле возникает дилемма. Какой аккумулятор выбрать? Более дорогой или более дешевый? Обычный. Если у вас много денег, и вы их не считаете, то, конечно, опять же, лучше взять ЕФБ. Потому что они более прогрессивные, и их конструкция более надежная. Но если вы денежку считаете, то тут возникает дилемма. И в этом случае деньги действительно надо считать. И выбрать тот аккумулятор, который будет для вас финансово наиболее выгодным. То есть тот, который будет работать для вас с наименьшими финансовыми потерями. То есть наиболее эффективно в финансовом плане. И вот тут надо обязательно сравнить эти два параметра. Сульфатация и цикличность. Потому что по вибростойкости все понятно. Там однозначно ЕФБ. Даже если правильно сказать, нужно выбрать правильное соотношение между этими двумя параметрами. Цикличность и сульфатация. Значит, как показывает практика, обычно аккумуляторные батареи сульфатируются на 5-6 год своей эксплуатации. Это если вы их просто эксплуатируете и за ними не следите. То есть практически их никак не обслуживаете и не подзаряжаете. И вообще за них забыли и ими не занимаетесь. Такой аккумулятор проживет у вас при исправной системе подзаряда автомобиля, то есть генератора, около 5 лет. После чего он наглухо сульфатируется. И тогда его надо будет либо десульфатировать, либо поменять на новый. Ну а если вы смотрите этот канал и свои аккумуляторы обслуживаете, то тогда сульфатация вам, конечно, угрозит, но не сильно. И ваши аккумуляторы тогда могут работать по 8-10 лет без проблем, но только если вы за ними опять же будете смотреть и вовремя их обслуживать. Теперь вторая крайность этого вопроса. Это цикличность. Цикличность это такая штука, когда при заряде-разряде аккумуляторной батареи у вас необратимо обсыпается положительная обмазка пластин. При этом аккумулятор теряет свою емкость и выходит со строя. И вот уже в этом случае практически ничего сделать нельзя. Его надо менять однозначно. Да, там есть некоторые нюансы, когда можно жизнь аккумулятору в этом случае продлить на некоторое время. Но, допустим, вы этим заниматься не будете. Вы просто хотите ездить на своем любимом автомобиле со своим любимым аккумулятором. И вот по этому параметру цикличность EFB аккумуляторы имеют ресурс больше, чем простые наливные батареи. И вот тут вам надо эти два параметра сложить вместе и понять, сколько ваш автомобиль будет проезжать за 5 лет. Ну, такой срок сульфатации. Чтобы это было более понятно, вы должны понять, от чего ваш аккумулятор умрет раньше. От цикличности или от сульфатации. Если ваш автомобиль ездит много, вы наматываете много тысяч километров, то, соответственно, ваш аккумулятор за 5 лет, скорее всего, погибнет от цикличности. То есть в нем осыпется обмазка положительных пластин. А вот если вы ездите мало, то ваш аккумулятор, соответственно, от цикличности не умрет. Зато он точно умрет от сульфатации. И так как EFB аккумуляторы к цикличности более устойчивые, чем простые батареи, то есть их смысл покупать только в том случае, если они будут умирать от цикличности. То есть с другой стороны, если сказать, только в том случае, если ваш автомобиль много ездит. Давайте попробуем выразить это в цифрах. Допустим, если ваш автомобиль за 5 лет проедет больше, чем 100 тысяч километров. Так, чтобы было понятно. Для примера мы возьмем обычный аккумулятор, выдерживает, допустим, пробег 100 тысяч километров. Ну, в среднем там плюс-минус. Ну, конечно, там всяких много нюансов есть. Ну, возьмем приблизительно вот такую вот цифру. А вы за 5 лет до того, как аккумулятор сульфатируется, проезжаете 150 тысяч, ну или 200 тысяч, у кого как, то тогда действительно вам лучше брать ЕФБ батарею. Потому что обычный аккумулятор в этом случае умрет у вас где-то на третий-четвертый год жизни. И умрет он от цикличности. То есть обсыпется обмазка. И ничего уже больше сделать нельзя будет, кроме как его поменять. А вот если у вас стоит на автомобиле ЕФБ аккумулятор, значит он выдерживает цикличность больше. И проедете вы на нем тоже больше. А значит, если смотреть по цене аккумуляторных батарей, вполне возможно, что пробег на ЕФБ аккумуляторе окажется более выгодным в финансовом плане. И вот тут идем к цене. Если вы посмотрите цену на аккумуляторные батареи, то обычно ЕФБ где-то стоит процентов на 40-50 дороже, чем обычные аккумуляторы. Потому что производитель тоже не дурак, он тоже все прекрасно умеет считать. Потому что если цена такого аккумулятора будет уже больше, чем 50% от обычного наливного аккумулятора, то тогда в финансовом плане его смысла брать уже нет. Потому что тогда уже по пробегу, то есть по цикличности, лучше взять два обычных аккумулятора простеньких. То есть по цене надо тоже перед покупкой это все дело анализировать. Может вы попадете на какую-то акцию, на какую-то скидку большую, и цена на аккумуляторы на ЕФБ будет процентов на 10 больше. То тогда конечно лучше брать ЕФБ. Ну давайте рассмотрим другой случай. Допустим вы ездите мало, и за 5 лет вы 100 тысяч километров не проедете. То есть ваш аккумулятор от цикличности точно не умрет. И его пластины скорее всего не обсыпятся. То есть через 5 лет у вас возникает большой риск того, что у вас будет катастрофическая сульфатация. И вот в этом случае уже абсолютно все равно. Но ЕФБ у вас аккумулятор, или IGM, или простой, он все равно засульфатируется. И понятное дело, что тогда нет смысла переплачивать за более дорогой аккумулятор с более совершенными технологиями. Потому что смерть ему все равно придет от сульфатации. И вы не успеете полностью использовать весь его ресурс. Вот тот ресурс ваших вибростойких пластин. Если сказать по-другому, пластины у вас останутся более-менее целыми, не изношенными. И вы аккумулятор на все 100% не используете. На все эти деньги, за которые вы его купили. А значит и нету смысла за него переплачивать. То есть, как вы понимаете, при покупке аккумулятора и при выборе аккумулятора надо учитывать условия эксплуатации батареи и финансовую составляющую. И уже исходя из этого, выбирать тот аккумулятор, который вам более всего подойдет. Потому что очень часто среди автолюбителей возникают споры. И утверждают, что ЕФБ значительно лучше обычных аккумуляторных батарей. И это действительно так, тут спорить не надо. ЕФБ действительно лучше. Они лучше практически во всех отношениях. Но проблема в том, что они и дороже. Поэтому, если у вас денег столько, что их куры клевать не хотят, то вы присылайте их мне. Ну, шучу, конечно, купите себе ЕФБ аккумулятор и пусть он вас радует. Но если вы все-таки денежку считаете и вы до мозга костей прагматик, это на самом деле очень правильно, то покупайте тот аккумулятор, который подходит под ваши условия эксплуатации. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось. Все равно ставим лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишите в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok